В этом видео покажу, как делала декоративную подвеску для сада или беседки. Привет! Меня зовут Лилия и Вы на канале LiliDiWi Art Stories. В основе будут акриловые бусины. Я покупала их вот таким сетом. В нем ассорти разных цветов. По форме это в основном ромбовидные бусины, но есть немного круглых и квадратных небольшого размера. Этот набор мне обошелся совсем недорого, всего примерно в 3,5 доллара за 500 грамм. Ссылки, что и где покупала, оставлю в описании под этим видео. Разобрала набор по цветам. Кроме этого, буду использовать круглые акриловые бусины диаметром 1 см из своих старых запасов. И еще мне понадобится проволока разной толщины. Эта проволока диаметром 2 мм, но она довольно мягкая. Я бы рекомендовала поискать другую, которая была бы жестче. А эта проволока диаметром 1 мм, но она не такая мягкая и в принципе хорошо подходит для этой работы. Из толстой проволоки сворачиваю фигуру, заворачивая внутрь в виде небольшой спирали. Проволокой тоньше сначала витками скрепляю край. А затем начинаю насаживать на проволоку бусины. И дальше продолжаю витки, заполняя бусинами пространство между витками толстой проволоки. Музыка 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 А дальше к ним добавляю бусины круглые или же собираю цепочки из нескольких ромбовидных бусин. Субтитры создавал DimaTorzok И таким же образом доплетаю до самого конца. И вот так у меня получилось. Чтобы сделать внешние, так называемые лучи, снова беру тонкую проволоку. Сворачиваю на конце маленькое кольцо, которое будет стопором для бусин. Нанизываю бусину и проволоку закрепляю на основании. Накручиваю проволоку несколько раз и дохожу до следующего места расположения луча. На длинных лучах расстояние между бусинами, или же, как в этом случае, просто отрезок, я сворачиваю в небольшие спиральки. Нанизываю бусину и конец проволоки опять сворачиваю в маленькое колечко. Затем опять беру небольшой кусочек проволоки и повторяю все то же самое. Бусины для одного луча я беру разные. И также длину лучей тоже делаю разную. Субтитры делал DimaTorzok И продолжаю делать такие лучики почти до самого конца. Но на последнем участке длиной примерно 10 см я добавила только по одной круглой бусине. Их всего получилось 6 штук. И они все крепятся одной длинной проволокой. На этой подвеске внизу будет располагаться светодиодная свеча. В качестве подсвечника для нее использую обычную стеклянную стопку. Для нее из ромбовидных бусин сделаю основание подвеску. На леску толщиной 0,5 мм собираю цепочку из 6 бусин. В последней бусине делаю петлю, возвращая леску обратно в отверстие. Второй конец лески продеваю в петлю и затягиваю получившийся узелок в центр бусины. Получилось кольцо из 6 бусин. А дальше принцип следующий. На правый или левый конец лески нет разницы. Набираю 3 бусины. В третьей бусине делаю петлю. Две бусины набираю на другой конец лески и завожу его в петлю, которая образована на другой стороне. И снова затягиваю узелок в центр бусины. И получается еще одно колечко. И в итоге выходит цепочка из колец. И так плиту до необходимой длины. Цепочку примеряю на стопку и вижу, что этого уже достаточно. Поэтому распускаю последнее кольцо и снимаю одну бусину. Остается по 2 бусины на обоих концах лески. А цепочку замыкаю на бусину первого колечка. Прежде чем обрезать концы лески, я их несколько раз завожу в соседние бусины. И только потом обрезаю. Эту получившуюся часть я дальше буду называть стенкой. Дальше мне нужно сплести донышко. Отрезаю леску и нанизываю 3 бусины. В третьей делаю петлю и замыкаю в кольцо. На правый конец лески нанизываю 2 бусины. В последней делаю петлю и в нее завожу левый конец лески. И дальше все время нанизываю по 2 бусины на правый конец лески. А левый конец провожу в петлю и затягиваю. Повторяю до тех пор, пока не останется места только для одной бусины. И получается круглая донышко. Эта донышко я соединю со стенкой с помощью дополнительных бусин, которые будут располагаться вертикально. На правый конец лески донышко нанизываю 1 бусину. Этот же конец лески завожу в бусину стенки так, чтобы леска вышла в центре стыка колец стенки. Дальше этот же конец завожу в соседнюю бусину. И теперь этот конец лески становится в центре кольца стенки. Нанизываю на этот конец лески 1 бусину и делаю в ней петлю. Левый конец лески завожу в петлю и затягиваю узелок. И теперь образовалось уже 2 вертикальных бусины, соединяющих донышко и стенку. И дальше продолжаю таким же способом соединять донышко и стенку. Правый конец лески провожу в 2 бусины стенки. На него же нанизываю бусину. Делаю в ней петлю. А другой конец лески продвигаю через 1 бусину донышко. И только потом завожу его в петлю, которую затягиваю. Так двигаюсь до конца. Получилось вот такое основание для подсвечника. Для него из тонкой проволоки делаю подвес. Из этой же проволоки скручиваю плотную спираль из нескольких витков, которые разрезаю. И получаются небольшие колечки. С помощью такого колечка подсвечник креплю к декоративному основанию. Сверху закрепляю небольшую цепочку и крючок, чтобы декор можно было подвесить. Летом приятно проводить время на даче, в саду, отдыхать в беседке. А такая подвеска добавит декоративности и привлекательности. Буду рада вашим комментариям. И если понравилось, не забудьте отметить лайком. Это очень помогает развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание. И как всегда, жду вас на своем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!